смотрите что здесь вот в этой подборочке у нас будет у нас здесь будут этапы работы над портретом мы сейчас их быстренько пролистнем и вот первый этап это у нас композиция портрета наш то есть мы на этом этапе продумываем вообще вот этот вот воздух как мы расположим голову находим среднюю линию лица находим линию глаз и очень-очень легко намечаем вами черты лица основание носа линию губ уши но в любом случае не жестко мы будем рисовать ту фотографию которые вы приготовили если у вас нет фотографии то вы рисуете вместе с портрет который буду рисовать я а если у вас готова фотография как письме было написано какого-то вашего бабушки прабабушки прадедушки родственника или какого-то знакомого ветерана вы можете тоже пожалуйста рисовать свои еще так смотрите композиции вот смотрите у вас перед вами портрет передо мной вот портрет юрий николаевич я первым делом намечаю среднюю линию я примерно смотрю какой будет наклон головы можно даже двумя карандашами пользоваться то есть вот я очень и очень легкими линиями дело в том что ребятки для вас я сейчас буду рисовать поярче а потом линии сотрудного вы рисуете максимально без нажатия на карандаш я наметила среднюю линию теперь я намечаю прямо вот верхнюю линию головы и линию подбородка то есть я компоную портрет у меня не обязательно будет вот весь юрий николаевич вмещаться ровно так как фотографии я могу скадрировать по-другому я могу например сделать лицо его чуть подробнее чем ордена и только у меня вот немножечко поместится их внизу и так я верхнюю и нижнюю ну как бы границу головы отметила вот и тут у каждого лица свои пропорции будем проверять карандашом да вот где находится линия глаз юрий николаевич она прямо ровно действительно посредине линия глаз располагается под 90 градусов к средней линии лица вот этот вот крест он составляет собственно говоря основу лица вот мы с вами намечаем этот крест я торопиться сильно не буду чтобы вы успевали хорошо кто рисует в три четверти да у нас там бывают какие-то другие ракурсы сейчас мы немножечко остановимся вот отвлечемся на 3 четвертные посмотрим просто может у кого-то чуть сложнее я сейчас закреплю продемонстрирую вам экран как раз теме три четверти у меня здесь две подборки 10 вот ребятки посмотрите кто рисует в три четверти там средняя линия будет прогнута там видите как то есть она будет неровно посредине лица то есть она будет как бы вы представляете мысленно среднюю линию и мысленно мне тоже как бы ставите глаза на одну линию и вот этот вот крест лицевой он определит вам ракурс головы и и положение а дальше вы делаете все то же самое что делаем иван фас то есть отмечаем основание носа линию рта линию роста волос линию глаз хорошо так вернемся да а если у тебя человек смотрит прямо но только тело повернуто ну смотри мы сейчас имеем в виду именно лицо да ракурс лица если он смотрит прямо то это анфас а тело ты уже будешь как бы к нему присоединять тут важно положение именно самой головы относительно рисующим вот здесь вот сейчас в данном случае мы в три четверти всем видно экран да я рисую замечательно едем дальше смотрите теперь еще важно вот по ширине голову правильно распределить вот у нас средняя линия глаз обычно в этом месте ну почти самое широкое место и вот смотрите я прям карандашом вот так вот померила и приложила к подбородку и смотрю где относительно головы закончится то есть ну вот получается что у меня закончится где-то вот здесь вот и вот эта ширина она и будет шириной головы то есть получается что мы пытаемся передать легенькими легенькими линиями пропорции вот так и здесь уже в данном случае можно прямо легкими линиями набросать овал вот чтобы вы эту голову воспринимали в целом а можно еще раз показать как измеряется смотрите ребятки вот мы с вами наметили от макушки до подбородка и теперь я вот там где линия глаз прям померила от уха до ухо да прям вот по фотографии вот я приложила давайте я сделаю вот так вам будет лучше видно вот приложила и теперь прикладываю к подбородку и смотрю относительно всего лица где находится видите вот середине лба а мы с вами вот так вот да вот где-то глаза расположили то есть мы видим что примерно вот половина вот этого расстояния и я здесь отметила и это расстояние теперь как бы вот так вот симметрично располагая чтоб одинаково двух сторон остался м легко легко ребятки у меня чуть ярче чем надо я вас предупреждаю нас довольно ярко я наметила ну и давайте дальше просто легенькими линиями я пытаюсь глядя на портрет передать вот линии роста волос юрий николаевич довольно высокий лук получается можно ластиком сразу параллельно вот стирать там ненужные линии так очень легко пока не нужно так сильно стирать и когда мы рисуем легкими линиями смотрите ребят как можно держать карандаш можно его держать вот так как ручку но так удобно мелкие детали рисовать а когда мы начинаем его можно держать вот так силу мы сейчас я попробую еще со светом я намечаю смотрите линию роста волос я как бы ограничиваю лицо пытаюсь передать вот ровно как я вижу что вот у него вот так как-то было сразу так теперь это у меня получается это средний еще раз померю серединку правильно ли вышло немножко опущу линию глаз чуть-чуть и мы постепенно вот уточняем уточняем все время намечу линию бровей прям вот так легко легко намечила линию рта наметила линию основание носа будет вот здесь например треть да линия основания носа еще 3 вот так то есть нос закончится где-то здесь можно сразу наметить легонечко ширину носа вот у меня здесь еще чем осложняется у вас может меня есть мимика на лице мимика я рисую ребром буквально карандаша очень очень легко я пытаюсь вот спинку носа чуть-чуть наметит и положение глаз вот у юрия николаевича характерно очень прям вот широко поставленные глаза смотрите да между глазами даже может быть чуть больше глаз в принципе очень пропорционально а у кого-то бывает глаза на пару чуть вину так переносится или наоборот там крупные глаза не очень крушен и вот стараемся просто вот сначала легко легко наметить где глаза начинают и заканчиваются вот мы как бы расставляем да и точечками так легко легко такими просто вот овалами наметить очень легко и кстати положение глаз глаза бывают например распустые когда внутренний уголок ниже внешнего бывает наоборот вот смотрите на тот портрет который у вас сейчас очень-очень все легко пока делал по творчеству вас принять меня очень мягкие ребятки сейчас скажу какой меня а хотя нет у меня аж бы но лучше брать вообще мягкий вот у меня два вы просто этот не кажется он мягче чем hb уж точно точно вообще 8b очень хорошо 8b можно достичь таких портрет и глубоких тени и вот я сразу чуть-чуть намечаю немножко ему ну вот улыбку у меня на мою портрет человек улыбается и смотрите я работаю не всем карандашом но не не всей плоскости а только вот вернее всей плоскости а не кончик и тут я уже уточняю сейчас еще лучше должна наметить смотрите тоже ребят относительно вот пусть время вымеряем где уши относительно носа да вот они находятся примерно на линии основания носа а верх ушей примерно где бродит то есть но вот если эти линии и продлим с вами мы с вами попадаем и мы намечаем уши очень очень все пока легко тело и насчет овала лица если вы рисуете пожилого человек пожилых людей не бывает такого ровненького остренького овала лица немножко вот здесь вот скругляется там у нас за счет морщин эта часть но это все очень красиво в пожилых лицах поэтому надо максимально близко тому рисунку кому ты фотографии что вы делаете мы немножко сейчас уже дальше двинули смотрите что на этом этапе наметки можно сделать можно сразу отметить линию плечей очень многие начинают рисовать длинную тонкую шею помните мы в начале урока с вами о чем говорили длинная тонкая вытянутая шея характерна для очень молодых людей пожилых людей немножечко плечи так голове подымается и чтоб передать возраст и должны очень точно расположить плечи относительно было я вот здесь намечаю плечи и немножко можно сразу там одежду просто чтобы правильно расположить в пространстве до человек чтобы показать как он у нас будет расположен и я работаю очень очень мягко сейчас заметили на и все время я как бы ориентируясь на то что я уже построила что я уже сделала ну пока еще не сильно я уточню я еще потом вот можно как бы характер прически тоже немножечко вот сейчас сразу передать это тоже дает такой портретный способ вы не думаете что у вас сразу получится шедевр я на самом деле не уверена получится или у меня портрет это некая лотерея ребята каждый раз но я никогда так красиво портрета не рисовала я всегда был намного хуже мой рисунок можно использовать в хоррор игре не кажется его ребята давайте с вами сейчас оторвемся на секунду и посмотрим следующий этап работы вот смотрите мы сейчас с вами рассмотрим фанфа сразу и в три четверти вот что мы делаем на втором этапе на втором этапе мы продолжаем с вами работать легкими линиями без сильного нажима на карандаш включаем с вами глаза брови нос уши то есть мы уже детализируем лицо и тут стоит учесть что каждое человеческое лицо она уникальна вы здесь даже не очень внимательно смотреть на фотографии по которой мы рисуем и подключать характерные черты как раз для человека которого вы рисуете и давайте вот в три вот видите что тут я сделала я здесь прорисовала уже чуть более подробно глаза нос спинку носа ноздри прорисовала уточнила губы нашла место подбородку и прическу уже более так подробно вот мы сейчас постепенно вместе с вами параллельно вот я смотрю мне хочется лоб еще выше еще вышел то есть я здесь уже привношу какие-то ну черты портретного сход очень важно разрез глаз ребятки ловить положение зрачка можно прям совсем-совсем и продолжаем легко легко ребят очень легко и можно сразу давать вот так вот ребром карандаша такие сразу тени прокладывать так как у нас с вами не такая длительная зарисовка у нас скорее такой короткая экскурс портрет не надо здесь пытаться сразу сделать так очень похоже очень жестко как пока легко легко еще работаем намечаем потому что скорее всего мы будем намечать стирать там то есть вот мы будем так постепенно работать смотрим обязательно на ширину носа нос не одинаковый по всей своей длине у нас где-то шире где-то уже спинка носа получше обычно у людей и очень характерно вот по-разному всех переносицы построено здесь надо смотреть на конкретно вот что вы рисуете у кого-то брови так относительно друг друга ровно расположена у кого-то такие задорные брови скажем так все люди разные я вижу что не нужно чтобы уловить портретное искусство опускать немножечко линию смотрите ребят я не прилипаю какому-то одному месту и пытаюсь его вот прям окончательно нарисовать наоборот я скачу как бы с места на место чтобы стараться вести портрет в целом то есть я потом еще буду доводить очень важно видеть себя в портрет целом увлекаться какими-то отдельными частями а и и Субтитры сделал DimaTorzok Сложно передать, бывает, мимику, ребят. Вот у кого там улыбка, тут уж вы должны смотреть во все глаза, что вы там видите. Да, и если рот вот так вот приоткрыт немножко, как в моем случае, то у нас подбородок опускается. Кстати, морщины, и вот это как летопись времени на лице, ребят. Это жилых людей, это гораздо интереснее, кстати, рисовать, чем молодых. Я думаю, вы, если работали когда-то над портретом, то вы согласитесь со мной. Молодые лица, они, кроме печати красоты, еще никаких там не несут особенностей характерных. Но перечисление морщин тоже как бы не стоит увлекаться. Тут важно найти какую-то золотую середину. Уделить, может быть, больше внимания глазам и морщинкам вокруг глаз, чем, например, каким-то тяжелым таким мимическим морщинам. Итак, давайте начнем с трехчетвертного, да? Вот посмотрите, на третьем этапе у нас идет детализация портрета. Мы рисуем линии верхних и нижних век, радужную оболочку глаз, ищем блик в глазу, темный зрачок рисуем, тогда на нашем портрете оживают глаза. И еще дальше прорисовываем крылья носа, подбородок. У пожилого человека как раз вот эта мимика глаз и составляет наш с вами основной интерес. Очень важно передать взгляд. И тут мы прям можем сказать подробно так вот перечисляем то, что мы видим. Ну и на этом этапе можно уже шею прорисовать, воротник, и может быть какие-то там детали, медали, там, да, или что там у нас будет у человека в нашем портрете. Давайте остановимся сейчас на анфас. Здесь то же самое происходит, только в анфас. Вы видите, я уже добавляю такую штриховку легкую к портрету, чтобы постараться передать тон. Особенно важно глаза таким образом выделить, потому что когда заживут на лице глаза, у нас портрет тоже весь оживет. Поэтому давайте сейчас вот с вами вместе детализировать. Ну и мы с вами продолжаем работать, да, и мы сейчас с вами поговорили о как раз детализации. Мы сейчас постараемся как можно более точно нарисовать. Вот давайте с глаз начнем и прям вот так прицельно поработаем над глазами. У меня просто дело в том, что помимо вот такой фотографии еще есть на экране портрет Юрия Николаевича. И я буду работать по экранному портрету. Вот я вижу сейчас, что мне немножко вот этот глаз у меня взлетел, как-то, да, вверх. Я его хочу чуть-чуть опустить. Поэтому я его так же, как бы я работала карандашом, я легко стираю. Вот, и буду его ставить на место, скажем так. Вот, и тут опять я обращаюсь к средней линии, смотрю, что у меня были глаза симметричны. Еще правильное положение вот этой радужной оболочки. Оставляю блик в глазу и рисую такой вот довольно-таки темненький крачок. У вас всегда темнее под веком и вокруг радужки. То есть вот край радужки всегда темнее, чем ее серединка. Здесь тоже можно поработать так уже внимательно. Смотрим внимательно на расстояние. Вот дело в том, что у пожилых людей глаза с возрастом уменьшаются. Тут тоже надо иметь в виду. Бывают от природы крупные глаза, но обычно с возрастом они у нас так вот уменьшаются. Смотрим относительно друг друга, где находятся уголки глаз, да? Внутренний уголок, небольшая складка такая. То есть вот прям внимательно начинаем. Повторяемся делать швы. Глаз – это шар, который покрывает веки. Вот, и здесь нам надо немножко штрихом это подчеркнуть. Как бы я штрихую так, как бы я штриховала шар. Я тоже человек такой, ну не новичок в портрете, но каждый портрет – это как лотерея. Вот может зайти и сразу получается, а может нет. Если у вас просто получится портрет тяжелого человека, это будет тоже большое для вас достижение. А для юных художников – попробовать передать возраст, попробовать передать эмоции. Даже если не получится там какого-то стопроцентного портретного сходства, каждая ваша работа будет очень ценна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот мы тут видим, что мы компритируем его усы. То есть это тоже можно передать, но не вырисовывая там каждый волосочек, а просто вот можно этот край усов такой линии заметить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Еще хороший такой прием, ребятки, чтобы как бы у себя в голове обобщить форму, я всегда прищуриваюсь. То есть вот я рисую, и я прищуриваюсь постоянно при этом. Так мне удается увидеть целое, да, и не отвлекаться на какие-то очень мелкие там подробности. Вот так вот постепенно-постепенно я приближаюсь к какому-то такому более-менее портретному сходству, хотя в начале было совсем, вот мне казалось, и не похоже. Просто постепенное уточнение формы дает нам вот такие моменты схожести. Когда рисуем волосы, важно уже передать такие, ну как сказать, моменты такие ситуативные, да, то есть вот волосы рисуем, естественно, вдоль их роста. Но можно общую какую-то тень и так вот поперек задать целиком ребром карандаша. Пластиком работаем так же штриховкой, как и карандашом. И вот в портрете, не люблю я таких приемов особенно, но в портрете можно даже так, смотрите, ребят, можно вот такой прием, чтобы, например, нюансно выделить там что-то светлое, можно вот все увести, например, в тень за счет того, что мы чуть-чуть так тушуем пальцем. Прям вот тушуем, 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 и потом уже очень тоненько ластиком, там, кончиком ластиком можно ластик срезать. Вот мы можем, например, здесь там уже светлее там бровь передать. Сейчас не знаю, берет ли это камера, да, но мы вот потом можем как бы светлые места еще дополнительно выделить таким бликом. Немножко видно, но это такой же скорее декоративный прием, да, и на этом этапе мы с вами можем стереть уже среднюю линию лица, да, она нам мешает, как такой чинический момент в нашем рисунке, уже мы уточняем. Давайте сейчас на минутку отвлечемся и посмотрим на четвертый этап нашей работы. Так, ребятки, на четвертом этапе уже мягким карандашом с помощью штриховки мы затемняем шею, тени под бровями обязательно прокладываем, где-то одежду мы с вами детализируем. И при быстрых зарисовках лучше работать как раз вот не острым кончиком, покрывая большие какие-то объемы тоном, а именно вот всем ребром карандаша, то есть кладем карандаш плоско, я сейчас вам покажу, как мы это делаем. Ну и, конечно, стараемся и стараемся еще раз и еще передать взгляд модели нашей. И посмотрим в три четверти, да, то есть здесь та же самая работа происходит, постепенные уточнения, затемнения, да, вот какие-то нюансы, усы прорисовываем, глаза прорисовываем, ухо кому видно прорисовываем, но не так ярко, как глаза, чтобы ухо у нас ни в коем случае не вышло на передний план. Так, и вот в этом глазу немножко мне еще не хватает улыбки, вот я думаю, за счет чего передать. Тут, конечно, вот эти морщинки играют очень большую роль в передаче милки. Подчеркиваю объем лба, тут мы вспоминаем немножечко про тень на шаре, здесь тоже можно какие-то морщинки, особенно характерные, но опять-таки не увлекайтесь, здесь прямо уж со всем перечислением, да, важно сохранить общую форму. Как я говорила, ухо уточняем, уточняем ухо, но не так, чтобы оно у нас вылезло на передний план. Смотрим внимательно, какие морщинки, какие детали лица подчеркнут, выражение лица подчеркнут мимику. И вот про плоский карандаш. Ребят, я сейчас буду вот здесь закрывать там большую часть, я не буду вот так вот штриховать самым кончиком, а я прям вот так вот плоско положу, и здесь довольно сильно нажимая, сразу пройдусь так. Смотрите, создается такая довольно насыщенная сразу тень. И в то же время довольно мягко ухожу в фон, когда я работаю вот так вот плоско. Можно на заднем плане такие вот растяжечки создавать. Тут уже вот мы смотрим, вот здесь такая большая тень идет на переднем плане, она нам подчеркивает складки одежды. То есть в одежде мы уже так немножко себя отпускаем и так уже широким карандашом рисуем. Не забываем про медали, это важно. Если у кого-то фотографии с медалями, может быть у кого-то фотографии ваших родственников, когда они были юными. Да, и важно вот нюансы какие-то передать, откуда выходит родник, куда он приходит. И важно еще, ребятки, так вот довольно мягко уйти в фон, чтобы это не было слишком уж прям так вот нарочито, контур. Но все-таки прическу как-то вот хочется передать ее характер более так подробно. Это уже такая тоненькая работа ювелирная с глазами. То есть этот портрет, я думаю, вы еще дома над ним поработаете и доведете уже до какого-то его такого художественного завершения. Не надо пытаться прям уж совсем его там закончить. Пусть он выглядит немножечко даже набросочнее. Будет как живая зарисовка, живого человека, живого портрета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот я тоже еще со своей стороны, наверное, где-то буду доделывать, да, этот портрет. Что-то я буду доводить, что-то я буду уточнять. Но сейчас мы с вами постепенно уже, наверное, закончим. Вот я, видите, чуть-чуть переношу, вот на немножко переносится, у меня уже чуть больше портретного сходства. И вот вы также внимательно посмотрите наши фотографии. Я надеюсь, у вас получится передать портретное сходство. Я вам скажу по личному опыту, как я попала в художники. У меня был дедушка, я его обожала. Вот, и дедуленька смотрел телевизор. Так вот, я как-то взяла карандаш, села и его нарисовала. И тогда мама моя решила, что я художник. Вот я просто контуром. И отдала меня уже тогда в ЗА-студию, к Ольге Феодосе, неизвестной вам. Вот, и потом уже как-то она немножко даже настаивала на том, чтобы я была художником. Но вот это началось все как раз с портрета дедушки. Поэтому мне эта тема очень дорога. Как художниковый рисунок пожилого человека. И вот мой дедуленька тоже, можно сказать, стал как бы одним из звеньев того, что я потом выбрала профессию художника. Ну, вот как-то так у меня получилось. Вот такой вот портрет ветерана у нас сегодня. Вот смотрите, здесь запутаны у нас этапы работы. На самом деле запутаны они не сильно, но некоторые нужно поменять местами. Ребятки, вот посмотрите сейчас на экран внимательно, какие номера я должна поменять местами. Ну, наверное, один из два. Да, потому что второй должен быть первым. Давайте попробуем. А мне кажется, нет. Вот смотрите. Второй надо ставить на первом месте. Так, давайте попробуем. У нас несколько попыток будет. Потом у нас тональная проработка идет или что-то другое? Четвертая на третьем, да. Компоновка головы, это, наверное, действительно второе. Смотрите, ребята. Четвертая должна быть третьим. Четвертая должна быть пятая на третьем. Пятая на третьем. Смотрите, что получилось. Наблюдение, потом компоновка, потом прорисовка частей головы, потом отражение характерных черт, и только потом тональная проработка. Сейчас правильно все стоит? Да. Давайте попробуем. Ура, вы выполнили задание. Давайте друг другу поаплодируем. Вы молодцы, вы очень внимательные. Я думаю, если мы с вами не прошли сегодня по всем этим этапам, нам было бы сложнее немножко. Будет хорошо, если мы не будем забывать. Мы не будем забывать наших прадедушек, прабабушек. Мы будем более внимательными к тем ветеранам, к тем пожилым людям, которые живут сейчас рядом с нами. Потому что эти люди, они каждый внес свой маленький вклад в общее дело победы. Наши бабушки и дедушки ваши, не про бабушки, а про дедушки, как правило, были детьми войны. И на их долю тоже выпала тяжелая участь. Они восстанавливали это государство. Они делали нашу жизнь такой, как она сейчас. И я хочу, чтобы сейчас мы с вами почтили память тех, кто отдал своей жизни на войне минутой молчания. Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Помните. 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 Через века, через года. Помните. О тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших. Будьте достойны. Вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните. Какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните. О тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. О тех, кто уже говорит. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы с вами создали целую галерею портретов, портретов ветеранов. Кто-то рисовал своих бабушек, прабабушек, прадедушек, кто-то воспользовался фондом работ, кто-то рисовал по фотографиям. Наши фотографии традиционно, мы приняли такое решение, мы их оправляем в виде открыток и дарим ветеранам, которые участвовали в нашей портретной сессии. Мы надеемся, что когда будет возможность у нас почнуть поздравить, подарить, мы обязательно подарим им вашу работу. Поэтому я вас очень попрошу сделать вот что. Не стесняться вашего результата ни в коем случае. Все великие художники когда-то были юными. И то, что вы сегодня нарисовали, очень ценно. Я вас попрошу прислать ваши работы на адрес электронной почты. Этот адрес я сейчас выведу на экран. И я сегодня и завтра, пожалуйста, я с вами на связи. Я могу что-то подправить, что-то подкорректировать. В WhatsApp, если вы мне пришлете фотографию, желательно. И если вам нужны какие-то методические материалы, то мы всегда можем с вами вернуться к тому уроку, который размещен в МЭШ. Можно найти по фамилии Погреева Надежда Валентиновна. Я надеюсь очень на ваше активное участие. Я вас еще раз благодарю. Давайте с вами коротенькое видео еще посмотрим о том, как проходили наши встречи в прошлые годы и как будут выглядеть те открытки, те подарки ветеранам, которые мы сделаем на основе ваших рисунков. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ребята, огромное вам спасибо за участие в сегодняшнем уроке. Я надеюсь, это время вы не потратили зря. Я очень рада была всех участников видеть, слышать. Рада вашему активному участию. Отвечали на вопросы. Я слышала, как вы все увлеченно рисовали. Всех с наступающим праздником! Жду ваших работ. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok